Сегодня Всемирный день учителя. Поздравления принимают около пяти тысяч белгородских педагогов. Молодые специалисты вместе с ветеранами отрасли собрались в 42-й школе Белгорода, чтобы обсудить, какой будет школа 2025 года. В дискуссии о развитии городского образования принял участие и мэр Белгорода Сергей Баженов. Татьяна Красикова подведет итоги услышанного. Вначале для гостей провели небольшую экскурсию по школе. Здесь успешно реализуют принцип преемственности в образовании. На базе учебного заведения работают подготовительные группы соседних детских садов. Они насчитывают 50 воспитанников. Детские сады у нас воспитанники 84-го, 85-го детского сада. В этом году у нас четвертый набор. Всего же в школе 840 учащихся. Особое внимание здесь уделяют здоровью сбережению. Сейчас период вакцинации от гриппа только начался, а здесь прививки сделали уже порядка 80% учеников. Дети как? Дети здоровые. Гости и педагоги собрались в актовом зале школы. Здесь организовали праздничный концерт, посвященный Дню Учителя. Изюминкой торжества стал хор ветеранов педагогического труда. Мэр Белгорода Сергей Баженов отметил лучших деятелей сферы образования благодарностями администрации города. В их числе и ветеран педагогического труда, почетный гражданин Белгорода Лидия Петровна Хворостяная, председатель городского совета молодых педагогов Владимир Морозов и учитель истории 42-й школы Елена Островская. Также Сергей Баженов обратился к педагогам со словами поздравления и добрыми пожеланиями. Все учительы являются огромным талантом для своих учеников. Я искренне поздравляю вас с праздником Днем Учителя. Я желаю, чтобы вы были здоровы. Я желаю, чтобы в ваших семьях было добро и благополучие. Я желаю, чтобы ваш труд хорошо ценился государством. Уже после гости встретились за чашкой чая. Три поколения педагогов дискусировали о развитии образования. Ветераны вспоминали сделанное и делились опытом с молодежью. Молодые учителя, в свою очередь, рассказали о том, какой видят школу будущего. Совет молодых педагогов города представил свою концепцию развития среднего образования на примере школы 2025. Образовательное учреждение нового типа, по мысли авторов, должно иметь комплексный подход к обучению и воспитанию учащихся областного центра. Школа будущего – это школа здоровья сберегающая, школа образовывающая, конечно же, и обладающая для этого всеми необходимыми техническими и методическими средствами. Обязательно воспитывающая школа, и приоритет воспитания должен быть учтен. Это школа, имеющая большое количество социальных партнеров. Гости встречи активно включились в дискуссию с молодыми педагогами. Мэр Белгорода Сергей Баженов отметил, что вопросы перспектив образования на сегодня особенно актуальны. Нам, безусловно, надо думать об этой школе 2025 года сейчас, чтобы правильно выстроить свои управленческие решения, чтобы понимать, а что нам надо делать, какая она должна быть, какой мы ее хотим представить. Подобные дискуссии планируют продолжить. Мэр Белгорода также поддержал инициативу организовать школу-актива для молодых педагогов на базе загородных лагерей. Учебному процессу это не помешает. Школа для учителей будет работать на каникулах. Татьяна Красикова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.